Мониторинг цен в республике уже народная тема. К процессу параллельно с властями активно подключаются и сами жители. Гнилой товар на полках, завышенные ценники и обман покупателей. Об этом сообщают возмущенные земляки в соцсетях. Первый зампред правительства Рустам Мингазов уже по этому поводу у себя на канале и опрос запустил, чтобы выяснить, где проблема все же стоит острее. По результатам голосования жителей первой вице-премьер вместе со съемочной группой телеканала Юнион посетили более пяти торговых точек. Какие из них не прошли проверку и где журналист Надежда Ландина обнаружила плесень? Смотрим. Цены в ДНР выше, чем в Ростовской области. Это отмечает практически каждый житель нашей республики. Ситуацию нужно срочно менять. Для этого правительство ДНР установило фиксированные цены на самые необходимые продукты. Социальный хлеб должен стоить не более 21 рубля, картофель 27 рублей, а молоко в бутылке 68. Рустам Мингазов провел рейд по супермаркетам Мариуполя. Первый заместитель председателя правительства ДНР обращал внимание и на самое главное – сроки годности продукции. Работа штаба по ценообразованию уже дала первые результаты. Их отмечают мариупольцы. Рустам Мингазов ведет личный телеграм-канал. Там жители республики в комментариях могут сообщить о завышенных ценах, а лучше всего отправлять фото из супермаркетов. С рейдами Рустам Мингазов планирует проехать по всей республике. Правительство стремится снизить цены до максимально возможного уровня. Мы ориентируемся на Ростовскую область. Считаем, что цены должны быть у нас точно не выше, даже ниже, чем в Ростовской области. Учитывая, что у нас военное положение в регионе объявлено, учитывая, в каких условиях население живет, считаем, что это справедливая цена, что мы должны иметь возможность. Мы имеется в виду люди, я же тоже покупатель такой же, как и все. Мы должны иметь возможность покупать в магазинах продукты по адекватным ценам дешевле, чем в соседних территориях. Тяжелые времена были, нечего было. Сейчас до сень докопаться, это как-то несправедливо было бы. Я так думаю, удачи вам всех. На полках республиканских супермаркетов полная география России. Представлены продукты из Санкт-Петербурга, Пятигорска и Крыма. Если мы возьмем вот пакетик молока и видим, что у него социальная цена 58 рублей, это натуральное молоко. Никаких здесь нет ни примесей, ни добавок, ничего. Логистика до нашего прилавка составляет практически 700 километров и цена у него социальная 58 рублей. На мясную продукцию правительством ДНР также установлена социальная цена. В первой точке рейда нарушений не обнаружено. Все фиксированные цены на социально значимые товары в допустимых рамках. В магазинах торговых сетей ДНР есть такие яркие ценники. Это фиксированная цена на социально значимые товары. Ее установил штаб по ценообразованию ДНР. В каждом супермаркете обязательно должны быть такие ценники. Следующая локация – супермаркет другой торговой сети. Ситуация тут не такая гладкая. Один из фактов – неверно указанный ценник на яйца и полное отсутствие яиц по социальной цене на прилавке. Я так понимаю, по этой цене яйца уже нет? Нет, яйцо есть. Это разбирать просто быстро. Видите, очень люди какие. Яйцо есть. А почему не выносите? Ну, сейчас вынесу. Нужно оперативно. Если видите, что уже половину разобрали, значит, сразу надо выносить еще. Видите, на яйцо спрос. Значит, должно быть на полку. Слушай, не складывается впечатление, что вы под нас? Нет, я вам покажу, прям покажу. Я здесь с утра и мы контролируем. Смотрите, народ не обманется. Все равно будут проходить фотографии, если яйца не будет, и мы будем реагировать. Хорошо? Нет, с этим мы стараемся осветить. Отсутствует тут и социальный хлеб. А по социальной цене нет, что ли, хлеба? 21 рубль. Нет, уже нет. Вот цена была. Нам две буханочки привезли, его все. Две буханки привезли? Да, две буханки. А, в смысле, два автомобиля вы имеете? Нет, всего лишь поставки, две-три буханки. И единицы? Да. Социального хлеба. Две буханки хлеба? Именно социального хлеба. Почему так мало? Ну, это уже поставщикам нужно задать вопрос. Большинство горожан ценами на продукты довольна. Цены нормальные. Да, как бы это самое, я ничего не могу сказать. Ну, кое-что там, что-то дороже, где-то что-то дешевле. Конечно, дороговато. На 10 тысяч пенсии особо уж не это. После всего, что ничего не было, так я вроде довольна. Яйца вот, слава богу, подешевели. А так что? Ничего, вроде все есть, все, слава богу. Директор сети Виктория Будняк после рейда отметила, на что стоит обратить внимание в работе супермаркета. На своевременную выкладку товара. Быстро покупательский спрос у нас большой, поэтому немножко не успели доставить. Ну, а так, в принципе, по ценам замечаний у нас не было. Третья локация порадовала делегацию. Есть цены даже ниже установленных правительством. Максимально 76, а тут 75 с расчет на килограмм. Хорошо. Рустам Менгазов обратил внимание жителей на яркие ценники и узнал, все ли устраивает покупателей. Здесь вы заметили, да, социальная цена появилась. То есть появились желтые ценники, отличающиеся. Где цена снижена? Нормально. Яйца здесь тоже дешевле я нигде не видела. Да, 6,7. Да, это самая низкая цена. Ну, а так, в общем, неплохо. Да, хлеб я здесь тоже беру, яйца беру. Мясо очень хорошая витрина. Тоже можно брать дешевле, чем на рынке. Ну, в общем, здесь закупаться можно, здесь цены нормальные. Да, конечно, я здесь живу рядышком, поэтому я только сюда и хожу. На рынок уже и дорогу забыла. Когда очень захочется, то, оказывается, можно нормальные цены держать в магазине. В рамках рейда проверили цены и в обычных, не сетевых магазинах. Стоимость на многие товары выше, чем в супермаркетах. Продавцы объясняют это проблемой с поставщиками и дорогой закупкой. У больших сетей намного дешевле, чем у вас. Вы просто закроете. Но в магазине оказались и товары с фиксированной социальной ценой. Колбаса 3122. А колбаса вареная самая дешевая? 1245. Колбаса нормально. И на 20 рублей бутылка дороже. Радует, конечно, что все равно снижение произошло, потому что некоторое время назад это все по 140, там по 120 продавалось. Но все равно недостаточно. Маленькие магазины, конечно, это наша беда. Если в сетях мы порядок навели, теперь пришел черед маленьких магазинчиков. За них надо браться. Теперь правительство возьмет на контроль цены в маленьких магазинах. В принципе, цены опустили, да. И даже ценник появился, социальная цена. Но примерно на половину продукции цена соответствует, а примерно на половину все равно рублей там на 5, 10, 20, в зависимости от товара, все равно она чуть завышена. И надо дожимать малый бизнес для того, чтобы и там можно было закупаться. Рынок в любом случае сам все отрегулирует, потому что население просто поймет, что проще пойти там в 100 метрах сеть у тебя, либо вот прямо у дома какой-то маленький магазинчик. Население поймет, что там дешевле. В сетях нам удалось навести порядок. Социальная цена по всем товарам установлена. Можно купить по демократичным ценам всю номенклатуру, да, все позиции. Начиная там от хлеба, заканчивая луком, огурцом, помидорами. Все, что так любит наше население. Работа по урегулированию цен в республике продолжится с особым упором на малый бизнес. Напомним, что правительство ДНР призывает граждан замечать завышенные цены в супермаркетах, чтобы оперативно решать эти проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова